МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Махачкале открыли сразу три новых детских сада. Общее дело. Правительство республики подключилось к решению вопроса по поддержке строительства духовного центра. Начнем с трагической новости. В Унцукульском районе шесть человек погибли в ДТП с тремя автомобилями. В ночь на четверг на горной автодороге Шамилькала-Временный водитель ВАЗ-12 модели, совершая обгон, выехал на встречную полосу и столкнулся с Ладой Гранта и автомашиной ВАЗ-9 модели. В результате от полученных травм на месте происшествия скончались шесть человек. В ситуации разбирается следственно-оперативная группа. И к другим темам. В День знаний по республике свои двери распахнули более 20 новых школ. В частности, на торжественной церемонии открытия образовательного учреждения на 400 ученических мест в селении Луткун Ахтынского района побывал и лично глава Дагестана. Строительство объекта позволит ликвидировать в населенном пункте трехсменку. Подробнее о том, как прошло 1 сентября Сергея Меликова в горах Дагестана, в сюжете по тематханаповой. Самый волнительный день для десятков тысяч детей и их родителей. По всей республике в школах прозвенел первый звонок, как символ начала учебного года. С особенным трепетом торжественную линейку ждали школьники в селе Луткун. Сегодня у них двойной праздник – День знаний и торжественное открытие новой современной школы. Это первый школьный звонок в жизни этих первоклашек. Они начинают свое путешествие за знаниями совершенно в новом современном учреждении. Пожелать им успеха в учебе и осмотреть объект в Ахтынский район. Приехала и глава республики. Дорогие ребята, вы очень молоды, вы многие мечтаете и стремитесь заглянуть в будущее. Представить, как сложится ваша взрослая жизнь, она может сложиться по-разному. Но именно сегодня перед вами открывается множество дорог, горизонтов, возможностей. И вы вправе выбирать, по какой из них вы пойдете. Очень важно, чтобы каждый из вас сумел найти свой путь, в котором раскроются ваши таланты, способности. На благо республики и на благо всей нашей России. Как сказано великим основоположником лесгинской и дагестанской поэзии Сулейманом Стальским. Учись, что в зрелые года былое вспомнить без стыда. Я искренне верю, что совсем скоро мы услышим о ваших ярких достижениях, победах. И будем гордиться вами, как гордимся сегодня нашими предками и нашими старшими. У стенок вашей замечательной школы царит атмосфера добра, понимания, благополучия, творческого поиска и взаимоподдержки. Поздравляю всех с Днем Знаний, с открытием новой школы, в добрый путь. Во время визита глава региона побеседовал со школьниками, с их родителями, а также с педагогическим составом. Сколько вы уже работаете? 46 лет. Все время здесь? Да. И тут училась, тут росла, работаете. Вы на ночь в той школе учились? Да, конечно. Ты сегодня первый день ждал и в этой школе. Дай Богу, здоровья. Спасибо. Ну и какой День Знаний без праздничных стихов в исполнении первоклассников. Давай, рассказывай, чтобы нам все... Ладно, давай, мы вот так встанем, а ты, а ты напротив, а ты рассказывай. Давай, сегодня, 1 сентября, сегодня первоклассник, стою у школьного порога, ждет с нами меня дорога. Буду хорошо учиться я, чтоб гордилась, ну и моя семья, чтоб у нас забили все, я стану самой темной на земле. Ну, молодец. Давайте, спасибо. Школа построена в рамках госпрограммы развития образования. Трехэтажное здание из пяти корпусов укомплектовано всеми современными средствами обучения. Каждый класс оснащен интерактивными досками, акустической системой и компьютерами. По тематам Ханапова, Мурат Пепарзов, Новости ННТ, Ахтынский район. Сегодня в Дагестане открыли не только школы, но и новые детсады. Так, в Махачкале свои двери распахнули три детских сада на 510 мест. Это садик на 200 мест в селении Богатыревка, на 60 мест по улице Азизалиева и на 200 мест в поселке Новый Хушет. Дошкольные образовательные учреждения были построены в рамках реализации национального проекта «Демография», инициированного президентом Владимиром Путиным. Поздравили юных махачкалинцев с Днем знаний и чиновники правительства. От имени главы Дагестана каждому учреждению подарили проекторы, а мэр Махачкалы со своей стороны вручил ноутбуки. Салман Дадаев отметил большое внимание, которое было оказано республиканскими властями в деле решения проблемных вопросов, мешавших введению детских садов в эксплуатацию. Меня переполняют чувства. Благодарности, чувство гордости. Чувство благодарности за то внимание, которое сегодня оказывается от руководства страны, от руководства республики города Махачкале. В рамках национального проекта «Демография» построен этот детский сад, чтобы в каждом селе, в каждой семье, каждый отдельно взятый гражданин нашей страны мог почувствовать благо от этих национальных проектов. Вот сегодня этот национальный проект пришел конкретно в Хуршет, конкретно в вашей семье. Тем временем новый детский сад открыли и в Кизелюртовском районе, в поселке Нечаевка. Дошкольное образовательное учреждение рассчитано на 200 мест и построено тоже в рамках нацпроекта «Демография». Торжественное мероприятие посетил и глава республиканского Минтруда Абдурахман Махмудов. Открытие садика – это помимо того, что мы делаем это добро для детей, помимо этого очень много людей будут трудоустроены в этот садик. Я всем им желаю успехов, здоровья, всех благ вам. Еще раз праздникам открытия. Хочу поблагодарить главу республики Дагестан Сергея Меликова, Министерство труда в лице Абдурахмана Магомедовича и главу Кизелюртовского района за то, что они предоставили нам такую возможность работать в таком шикарном садике с маленькими детьми. За это им огромное спасибо. Завершение строительства Духовного центра имени пророка Исы «Мир ему» будет ускорено. Власти региона намерены посодействовать в благоустройстве и введению в эксплуатацию дороги, получению технических условий по коммунальным услугам и проведению очистных работ по руслу реки Черкес-Озин. Об этом говорили на совещании в правительстве, которое прошло накануне по поручению Сергея Меликова. Напомним, глава региона не раз отмечал, что данный объект имеет культурно-историческое и духовно-нравственное значение не только для республики, но и за ее пределами. Впервые в Дагестане прошел грандиозный вечер благословения пророка Мухаммада. «Мир ему и благословение». На стадионе Анжи-Арена собрались более 10 тысяч человек. В числе почетных гостей была и супруга муфтия республики Айна Гамзатова. Мероприятие сопровождалось нашидами от известных исполнителей и проповедями ученых-богословов. Ну а кульминацией вечера стало совместное чтение благословения на пророка. Больше всего понравился вот этот салават, который мы все вместе читали. Дайло, чтобы каждый, кто сюда приехал, чтобы получил барракад от этого мачлиса, и чтобы побольше проводились такие мероприятия. У тебя была прям душа как бы отдыхала. Надеюсь, что будет еще в дальнейшем. И гости, которые приглашают, Мухаммад Тарек тоже очень вдохновляет. И наши местные дагестанские, наши исполнители тоже не уступают. Было очень хорошо, не хотела, чтобы заканчивалось. Все шикарно прошло. Больше всего, наверное, когда салават читали и фонари включали. Ну я сама в первый раз на таком мероприятии, поэтому для меня все прошло идеально. Мероприятие было организовано проектом Умрахадж совместно с благотворительным фондом Инсан. Вырученные средства с продажи билетов пойдут на лечение детей бабочек. Хочу отметить то, что данное мероприятие было не только вечером нашидов или вечером благословения. Он имел характер благотворительный тоже. Буквально в ближайшие несколько дней мы отчитаемся перед теми людьми, которые сегодня присутствовали. И мы, как и говорили заранее, то, что средства, как мы говорили заранее, то, что часть средств, привлеченных за счет продажи билетов, они пойдут на покупку медикаментов, перевозочных материалов для тяжелобольных детей, для детей бабочек. Это все новости на сегодня. Всего доброго. До скорых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова